64 клетки и 32 фигуры. В Ярославской области ученики начальной школы приступили к изучению шахмат. Раз в неделю ребята занимаются с преподавателем. Начинают с АЗОВ, постепенно решая задачи и думая на несколько ходов вперед. Уроки проходят в рамках курса «Шахматы в школе», организованного по инициативе губернатора Михаила Евраева. Мой коллега Алексей Машков побывал сегодня на занятии в 42-й школе. На внеурочные занятия по шахматам в 42-й приходят почти все ученики начальной школы. Ребята изучают фигуры, работают у доски, отвечают на вопросы и четко следуют правилам. Мне очень понравилось, и я бы хотела, чтобы мама меня записала на шахматы. Мне очень понравилось, что надо думать, всякие там ставить. Ну, очень нравится мне. Ну, это для мозга полезно. Шахматы мне очень помогли. Намного легче учить какой-то материал, который дают в школе, развеет более аномистический склад ума. Инициатива занятий шахматами во всех школах Ярославля принадлежит губернатору Михаилу Евраеву. Для реализации курса Министерством образования области были закуплены шахматы, часы, магнитно-макетные доски. Обучение состоит из двух разделов. Сначала теория, включая исторические сведения о шахматах. Затем практика. Родители реагируют адекватно, поскольку шахматы – это игра, которая развивает и логическое, и абстрактное мышление, и умение стратегически мыслить, и принимать какие-то системные решения. Ведут занятия педагоги школ, а также привлеченные специалисты, имеющие право преподавания. Программа курса по поручению Министерства образования региона разработана Ярославским институтом развития образования. Сейчас достаточно большую работу проводит наш институт развития образования, работая с методическим активом, муниципальными координаторами для того, чтобы всех педагогов научить, те, кто ведут данные занятия, наиболее интересным, активным способом работы с ребятами. На следующий год курс шахматы в школе Министерство планирует расширить и на учеников средних классов. Алексей Машков, Денис Кауров. Главные телевизионные новости.